Вечер Витебск Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Мне очень приятно, что сегодня этот вечер вы решили провести вместе с нами Марина Девятого, шоу-балет, яр-дэнс, а это значит, что много теплой, доброй народной музыки. Музыка Эта программа повторяется из города в город. Эта программа собрана из двух моих концертных программ. То есть это лучшее, что Марина Девятого могла исполнить за 15 лет. Музыка Что, конечно, очень, ну, для меня лично, конечно, радостно, когда это популяризируется не только где-то на местности, но все-таки на федеральном каком-то уровне. Вы знаете, я, может быть, ошибаюсь, я пойму это только по вашим аплодисментам, но чует мое сердце, что сегодня в этом зале собрались настоящие друзья народной песни. Танцуй, кадриль 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 моя, сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Я не гонюсь за славой. Я гонюсь за творчеством. И как-то так складывается все в моей жизни, что все приходит. Главное прикладывать усилия, главное стараться, заниматься, быть честным со своим зрителем. Дорогие мои дамы, я сейчас к вам обращаюсь. Я предлагаю следующую песню посвятить нашим дорогим любимым мужчинам. Споем? Споем? Такое ощущение, как будто буфет не работал. Споем? Споем? Ох! Узнаю Витебск. Государственный Белорусский Женский Народный хор Мужчина, вы волнуетесь? Я. А что сейчас с нами будет? Под управлением Марины Девятовой Песня про дерево Александра Николаевна Пахматова Старый клет дамы, я вас верю. От того, что ты идешь по переулку, молодцы! Прям и отдыхаются. Скажите, а вы кем работаете? Я МЧС Еще разок. Министерство председательной ситуации. То есть это я правильно сейчас, да, стою? Да, да, да. Ой, я одна сплошная чрезвычайная ситуация. Да. Как вы думаете, дорогие друзья, что является третьей визитной карточкой российского царства государства? Я не могу право. Да, слушай. Видать, в буфет хорошо работают. Слушайте, ну шо же вы все с этими валенками, а? Ну шо же, просто вот вся страна валенки надела и на мороз. Эти морозы уже достали, уже подснежники должны быть. А у нас все непонятно чего вообще. Шарик перевернулся. Нет, вчера вообще кричат, мурку давай. Фольклор. Нет, дорогие мои, неправильно я знаю. Кого-кого еще мнения? Давайте. Подмосковные вечера. Все-таки с Морозом как-то вы не хотите никак расставаться. Кто сказал подмосковные вечера? Гениаль. Были ленинградские вечера. В Москву пришла олимпиада. Стали подмосковные. Дорогие друзья, поем вместе. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь за милого до утра. Если б знали вы, как мне дороги, подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги вы, подмосковные вечера. Слушайте, а я могу увольняться со спокойной душой? Я не знаю, что со мной будет через 20-30 лет. Может быть, что-то и поменяется. Но ведь, с другой стороны, я тоже человек. У меня происходят различные события в жизни. Это абсолютно также отражается на моем репертуаре, на моем сценическом образе. Я расту, я взрослею, у меня меняется мировоззрение. Безусловно, конечно, и репертуар таким же образом у меня к этому равняется. Если встретится какой-то композитор мне, который напишет какой-то хит, и вдруг неожиданно Марина Девятова выстрелит, хорошо, я буду этому рада. Если этого не произойдет, я не буду страдать, потому что русская народная песня – это вечные хиты, которые можно исполнять, и ты всегда будешь востребована. ПЕСНЯ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова